панорама 9 часов приблизительно 9 10 собираюсь вот пакую все вещи и скоро отправляюсь такая панорама солнышко у меня здесь уже классно комаров море лютует это как горы, но не ловки давай пойдем, да не, можно и сюда все равно она сейчас садится ну да нет, 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 не около кого, быстро идешь ага, вот тут все аккуратно аккуратно ведь я не пропороть Доброе утро! 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 мусс мусс идет через реку переходит сейчас наверно видно будет на этом видео на нос смотри-ка он даже переходит им пофигу все хорошо должно быть видно на этом видео он пошел красавец смотрит на меня удивляется что это такое но это по-моему самка чё-то рогов не видать сейчас посмотрим поближе и маленькие рожки есть вот он первый мусс он молодняк по моему сейчас посмотрим маленькие рожки у него это года три ему да небольшой ага всем не ну нет это больше чем три года и это уже довольно приличный товарищ они просто у него еще не отросли они в косе не растут сердится до мотает башкой мотает башкой вот она красавец не этот довольно приличный но это не трех годовало это лет наверное 5-7 я думаю довольно довольно солидный мусс первые первая животина встретилась мне побежал он в заросли они любят шариться в этих заворослях там это еда для нехорошая они там молодые веточки лупают небольшой перекатик пройдем сейчас где-то тут должна быть кабина лес стал гораздо более такой высокий трава зеленее здесь ну а спускаюсь я ближе к уровню моря вот да сейчас проехал кабину тоже вот ну не стал куда ходить не знаю кто там живет не живет как они сюда эти люди добираются непонятно в эти кабины не только на лодке которая с водометом можно добраться сюда вот или зимой на снегоходе по льду так я думаю на облака появляется давление на она падает вода будет портится она будет портится такая вот красота здесь ну горы немножко понижается идет к выходу к долины в долину это все дело ну там не наверное еще десять я думаю еще большие горы будут он они еще видны ну а дальше там уже понижение идет сильная почти близко к уровню моря а начал я с 800 метров вот они горы это здоровые но они все равно уже пониже смотрятся эти горы о знакомая скала я ее помню вот она знакомая скала да красивая скала на ней березы растут вот я знаю сейчас подойдем здесь уже пониже элевейшн ну то есть высота над уровнем моря пониже и начали начали расти широколиственные деревья больше березы стало появляться по-моему тополь здесь какой-то растет вот если не ошибаюсь вот так вот вот она хорошая такая вот скала интересная она замечательно ее ни с чем не перепутаешь эту скалу я запомнил у меня фотографии есть и шикарные сейчас сблизи заснимем эту скалу ну вот вот здесь вот в таких по такой воде когда идешь в общем-то очень приятно не надо работать ничего сам плывешь но бывают иногда и пороги довольно приличные класс ту класс 3 наверно не больше вот ну надо очень держать баланс короче говоря вот лодку носом против волны ставить иногда волны косые бывают и нам довольно таки тяжело получается вот она это хорошая скала привет привет скала в девятнадцатом году здесь я проходил думаю что еще будет одна кабина ниже по течению да он горы сейчас вот видно будет хорошо что горы немножко понижаются начал бы хорошо видно и там он они идут вниз до потихоньку и темблер его она повернет направо резко вот когда вот да да вот уже понижение да это я уже близко к выходу тебя там еще одна такая приличная горка есть вот здесь вот где-то в этом районе куда я сейчас смотрю какое-то месторождение меди что ли нашли и будут копать и в общем как там есть какая-то речь какая хорошая такая ее по моему но и и загадят скорее всего начали копать и на аляске вот она какая красивая скала да просто супер и он березы на ней растут и такие корявенькие конечно да но это березки и там вот крутит интересно так как-то вода туда так интересно заходит в эту яму вот она какая скала это красавица так что шел я здесь вот тут вот сейчас начнется опять раз раздвоение тут этой реки мне надо держаться ближе к правой стороне там какой-то валун по-моему надо его обойти застрял вода валуна да вот они создают такой вот перекатик вон она темный вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас панораму сниму Сейчас небольшой, так сказать, спокойная вода Можно отвлекаться Такую воду, конечно, нельзя отвлекаться Вот тут начинает река делиться на протоки На всякие разные Всегда надо идти по главному руслу Самому большому Вот, чтобы в тупик не зайти Вот какие там, смотрите-ка Скалы, да, наверху Столбчатые такие образования Интересные Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется, что где-то здесь, в этом районе Я видел раньше кабину Ну, что-то не вижу я теперь А прямо на берегу была такая Субтитры сделал DimaTorzok Вот тут сейчас будет Такое сильное течение Ну, надо вот держаться ближе к островку Течение помедленнее Она не жива, но Ветер такой сильный довольно стал Да, надует Точно что-нибудь надует Сколько пудов Ветер совсем не было Сейчас приличный ветер Но ветер теплый очень Южный Что, наверное, как раз и Не очень хорошо Северные ветры тут, как правило, приносят Холодную погоду Холодные ветры Часто это антицикулоны Вот такое вот здесь Русло такое Что-то надо Подальше от берега держаться Он меня от них не несет О, да! О, да! ветер стал меня разворачивать зараза ветер стал меня разворачивать чайки, что-то я не понравился, летает надо мной орел вон, выворотни какие, да? надо обходить, чтобы не попасть вон как выломала елку, а? да? да? Скорость хорошая здесь, приличная. Очень хорошая скорость, думаю, что до 4-5 миль в час, приличная скорость, приличная очень скорость. Ну вот, тут вот порог такой, я решил лодку провести на веревке, не рисковать, да, тут довольно, если влететь в это дело, мало может не показаться. Поэтому я сейчас спокойненько лодку проведу, и все, дальше поплыву, да, тут порожек хороший. Я, по-моему, в прошлый раз тоже на веревке проходил. Тут-то как бы можно и пройти, конечно, но здесь узкость очень большая, может вынести туда, в эту стремнину, а там, конечно, волны приличные. Это уже серьезно. И крутит вот здесь, видно, да, что крутит. И крутит вверх, да, довольно холодная. Иду, чувствую, в ботинках вода, клюпает там, у меня френовых, в общем, довольно холодная. Вот здесь крутит, фулово такое. Я пытался здесь рыбу ловить, хрена, ничего не получается в этих уловах. По идее, должна быть там рыба. Но это речка Амблер. Какая-то она как мертвая, блин. Хрена в ней особо, никакой рыбы нету, по-моему. Но она есть тут, я знаю, но где ее найти? Вот, мол, лодку мою крутит. Сейчас вот, надо ее, вон какой-то порог. Да, вот туда нельзя попадать. И я против течения уйду, течения в обратку работает. Очень груз гравит, уже опасно скатиться туда. Нестабильный очень. Ну, вот отсюда я уже могу продолжать путь. Отсюда могу продолжать путь. Отсюда. 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 Вот, что ты можешь делать? Вот опять. Вот, цепляю весло. Сейчас на карабинчик цепляю слой всякий, ну вот, аварийный запас, на всякий случай. Семья. Вот. И пойдем дальше. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Давай. Черт. Черт. Пошмут немножко. Чуть-чуть. Пойдем дальше. Так. Так. Ну вот. Сюда завести. Вот, кто тут садится. Пошли. Пошли. Вот. Прошел этот порожек. Внутри х становится немножко медленнее, да. Вот теперь я выхожу на более такое плоское место. Вот. 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 Ну вот. Ну вот, пристала она ко мне, а, чайка эта. преследует меня они вообще атаковать даже могут у меня в прошлый раз когда я шел ну ниже только по течению они на меня атаковали прям снижается фикирует на тебя чайки они тут какие-то агрессивные вот она меня атакует кстати говоря ага атакует полетает надо мной прогоняет что-то чуть и надо пристала ко мне ты ж пернатая тут она разливая разбивается на множество рукавов из довольно широкое такое место и тут короче говоря на века разливается на множество рукавов и там дальше тоже будет место тоже разливается уже ужасно сильно сейчас я иду на юг строго да сейчас вот видно да эти горы и вот она поворачивать будет вправо речка вот и вот прям за этим перевалом где-то вот за этим низким до должна быть деревнях кабук кабак правильно называть вот ветер теплый хорошая пока но температура упадет по прогнозу по гармину до 50 градусов чем-то в общем не весело будет да ну и весело будет перекат такой мелкий цепляет лодка иногда но ну тут вот сейчас особо никаких проблем нет довольно спокойная вода уже градиент наверное уменьшается все таки идет выход в долину вот по-моему за этими горами как раз этот кабак вот куда я сейчас смотрю ну это туда еще миль 10 наверно не меньше может даже больше 15 ножек может и 15 и нарезает вряд ли у нее здесь какой-нибудь гнездо как атакует она меня вот собака еще и гогочка а 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 вроде как говорит а и а а а а а а а и пошла в баню блин достал от атакует меня ха 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 а а а а ПЕСНЯ Да иди ты в баню, блин, задолбала ты меня уже. Ха-ха-ха. Иди в баню, блин. Застала мне. Иди в баню, блин. Иди в баню, блин. Преследует и преследует меня эта чайка. Что тебе надо от меня? Непонятно. Непонятно мне, что тебе надо. Делать тебе, что ли, нечего. Энергию тратишь. Без толку. Бестолковая какая-то. Что тебе надо? Без толку. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Немножко я поворачиваю на запад, да? Чуть-чуть Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok